Всем привет, красотки! Начинаю новый влог, а начнем мы его с распаковочки интересной посылочки от DM Косметик. Девчонки, для тех, кто не знает, DM Косметик это крупнейший интернет-магазин косметики от производителей крупнейших Германии и Чехии. Здесь представлено огромное количество брендов. Сейчас покажу вам информацию. И ценовая политика тоже разная, совершенно бюджетных много продуктов. Смотрите, здесь из таких, что на слуху, есть Herbal Essences и другие, Isana и так далее. Выбор огромный. И что самое интересное, вот я знаю, для многих это важно, оплата происходит после получения. Оплата после получения, есть телефоны для связи, упаковки всегда у DM Косметика оригинальной, то есть там инструкция на германском языке, вся упаковка из Германии. Но прочитать подробную информацию по использованию и так далее на каждый продукт можно на сайте. Ну вот и сама посылочка, давайте вместе с вами распаковывать. Посылка приходит из Москвы, потому что у компании есть производство в Москве, поэтому идет достаточно быстро, в кратчайшие сроки. Не обязательно дожидаться ее из Германии, да, это огромный плюс. Так, сейчас с вами распакуем. Ой, как хорошо запаковано. Так, открываем. Ой, карту мне подарили карту, представляете, какая прелесть. Смотрите, здесь как раз есть контакты. Здорово. Кстати, компания еще всегда дарит подарочки. Мини-версии продуктов, которые представлены на сайте, это очень приятно. Я заказывала, девчонки, уход для волос, уход для кожи. Давайте начнем с ухода для волос. Это серия с Макадамии для сухих. Я занимаюсь восстановлением волос, поэтому мне именно такие продукты сейчас и нужны. Так, первый продукт это шампунь, видите, упаковка оригинальная. Здесь нет ни слова по-русски. Ой, запах такой из коробочки классный уже. По-русски здесь нет ничего. Упаковка германская оригинальная. Но вся информация есть на сайте. Я вам все ссылочки на каждый продукт оставлю под видео, а также на их инстаграм. Все будет под видео. Еще есть промо-код для вас. Специально об этом в конце расскажем. Так, сейчас понюхаем с вами шампунь. Это для сухих волос шампунь. Ой, он пахнет кокосиком. Супер вообще. Я точно помню, что это серия, линейка продуктов с Макадамией и с чем-то еще. По-моему, масло подсолнуха здесь где-то есть. Вот такой вот шампунь пахнет обалденно кокосом. Вот именно этими средствами из упаковки прямо пахло. Здорово. Из этой же серии бальзам. 100% веганский продукт, видите? Вот это можно нам хотя бы с вами понять. Да, я в немецком вообще не сильна. Я изучала в школе английский. Если кто знает, то вот вам информация. Так, бальзамчик. Он тоже из этой серии. Так, сейчас с вами понюхаем. Розовенький такой же. Ой, тоже так обалденно пахнет кокосиком. Там еще какой-то вкусный-вкусный парфюмерной отдушкой. Будем с вами все вместе тестировать. Обязательно все проверим. Так, это спрей для волос. Тоже веганский продукт. Без силиконов. Тоже я вот так вроде понимаю, да? Местами. Без силиконов. Вот информация. Ингредиенты. Кто понимает, девчонки? Ингредиенты у нас получается на английском, да? На латыни. 100 миллилитров. Сейчас с вами понюхаем его. Наверное, так же пахнет. Если так же, то супер вообще. Ой, смотрите, какой он достаточно густой такой, тягучий, да? Не как вода. Ой, он так же пахнет. Это обалденная отдушка. Вообще супер такого вон цвета интересного. Так, ладно, все с вами протестируем вместе. Следующие продукты. Для лица я заказывала гиалуроновый вот такой вот гель. Бустер даже, я бы сказала. Девчонки, чем отличаются продукты с гиалуронкой? Вот недавно вы мне под видео как раз задавали вопросы. Когда вы используете средства с гиалуронкой, у вас обязательно должна быть в помещении, да и на улице. Хорошая влажность. Гиалуронка, она влагу из окружающей среды вытягивает и проводит как бы в нашу кожу. Но если вокруг влажность маленькая, если это лето, жаркая пора времени, жаркая пора года, да, то влагу брать гиалуроновой кислоте неоткуда, и она ее будет сосать из вашей кожи и, соответственно, ее пересушит. То есть будет совершенно обратный эффект. Поэтому будьте внимательны. Вот такие вот продукты с гиалуроновой кислотой лучше на осень, когда уже период дождей, да, вот на такое время года или весна ранее, когда влажности в помещениях и на улице хорошее. Так, это крем для лица, увлажнение интенсивное, 24 часа. Итак, крем это бренд Isana. Вот эти, кстати, продукты для волос, это бренд HireLiber. Может, кто-то слышал. Давайте посмотрим с вами на кремшек. Здесь тоже оригинальная упаковка, все на немецком языке. Если кто понимает, показываю информацию. Состав. Давайте вскроем с вами упаковочку и посмотрим на консистенцию. Я тоже не буду сейчас им пользоваться. Мы, конечно, с вами протестируем. Я оставлю его где-то, но через месяц начну пользоваться этими кремами. Смотрите, крем пришел зафольгированный. Когда как раз вот будет сезон дождей. Ой, какой он красивый. Запах классный, парфюмированный. Такая достаточно яркая душка. На коже превращается в водичку, тает. Очень приятной консистенции, абсолютно не липкий. И практически мгновенно впитывается. И кожа такая мягенькая, гладенькая, даря коже увлажнения. Супер вообще. Обязательно на лицо с вами протестируем. Так, я заказывала еще кремушек из этой линеечки для кожи вокруг глаз. Это тоже увлажнение с гиалуронкой. Здесь, сейчас покажу вам состав, информацию. Вот он состав. Кому интересно. И посмотрим, что она себя представляет. Так, иди сюда, дорогой. О, какой удобный формат. Смотрите. Так, открываем. Обожаю средства. Вот в таком формате. Фаберлик, есть знаете, роллинг гель для отеков кожи вокруг глаз. Вот он тоже с металлическими наконечниками. Там их три штуки. И здесь металлический наконечник. Я думаю, есть смысл хранить такие средства в холодильнике. Потому что, когда холодный металлический наконечник, вот этот проводишь по коже вокруг глаз, то эффект еще и усиливается. Давайте с вами потестируем. Выдает много продукта. Прям за раз. Смотрите. Тоже такой достаточно легкий, на коже тает и мгновенно ее увлажняет. Классно. Очень здорово. И сам по себе, кстати, вот этот ролик металлический. Он прям холодный, холодный, холодный. Еще я заказывал вот такие гиалуроновые капсулы. Здесь гинкоглоба, по-моему, да, во всех этих продуктах еще для лица. И витамин Е. Они тоже с гиалуронкой. Вот такие вот интересные и красивые капсулы. Смотрите, как здорово. Информация. Made in Germany, да, видим все. И вот информация. Здесь их получается 7 штук. Тоже с вами их обязательно попробуем. Так вот как вскрывается упаковочка. Опа. И вот они, наши капсулы. Так, вылезаем. Смотрите, какие красивые. Здорово. Тут тоже на обратной стране информация. Это все линейка увлажнений. И в подарок за заказ компания мне прислала вот такие вот мини-форматы масочек. Очень интересно с вами тоже будет их потестить. Это вот из этой же линейки, что и крема увлажняющая, да. Так, здесь пил-офф, наверное, очищающая. Я так понимаю, с алоэ вера, да, судя по картинке. Так, и третья коллагеновая масочка. Здесь получается 2 сашиточки. То есть на 2 применения. Ну, мне кажется, здесь достаточно много в одной продукта. Прямо много. Можно и на несколько применений. Такой подарочек компании, конечно, это спасибо. Здорово, масочки мы любим. Ну, все, девчонки, вот и весь мой заказ. Вот такая красота. Я очень рада. Будем с вами все тестировать. Надеюсь, все нам понравится. Ну что, красотки, давайте начинать тестить продукты. Еще сегодня вместе с вами пойдем на татуаж глаз. Я буду делать межресничку. Там какое-то время нельзя будет умываться, наносить косметику на глаза и так далее. Поэтому нужно прям сегодня качественный уход за лицом сделать, чтобы в ближайшие несколько дней не ощущать себя... Ну, не знаю, я так не могу. Не знаю, сейчас сколько скажут мне не умываться и не наносить тушь и ничего. Но я думаю, со стрелочкой уже, в принципе, полноценной будет лиц. А завтра на работу пойду не накрашенная. Первый раз в жизни, наверное. Так, начнем с вами мы с серии полухода за волосами. Это шампунь и бальзам. Я почитала всю подробную информацию еще раз на сайте. Это линейка без силиконов, без парабенов, без органических масел. Это очень круто на самом деле. И здесь даже упаковка какая-то полностью переработанная. Ну, в общем, безопасный пластик. Это здорово на самом деле. Не смывашечка. Вот это у нас масло. Она наносится на мокрые волосы. Здесь серия с маслом макадами. Это здорово. Там много всяких других питательных компонентов. Сейчас я иду в душ, помою волосы с этими средствами. И будем с вами осуществлять уход за лицом, который у нас с гиалуроночкой. Поехали. Ну что, девчонки, помыла волосы. Что могу сказать? Шампунь действительно без силиконов, парабенов, судя по всему. Потому что он пенится плохо. Как и должно быть. Два раза я намыливала голову. Первый раз мыла, потом второй. И волосы промылись до скрипа. Вот действительно до скрипа. Но сказать, что они были какие-то сильно спутанные, нет. Дальше. По бальзаму. Бальзам сразу прям сделала волосы с первого прикосновения. К ним гладкими, мягкими. То есть он действительно крутой. Он действительно питательный. Для убитых волос, для окрашенных, милированных. Просто находка. Безумно понравился. Аромат от этой линейки Макадамии. Еще какая-то вкуснятина. Прямо теперь по всей квартире. Действительно от волос, мне кажется, будет пахнуть долго. Теперь с вами приступим к уходу. Для того, чтобы нанести масочку, я, наверное, у нас их три. Вот это, кстати, маска-пленка. Уже выберу тогда вот эту. Такую же, как у нас с вами крема. Чтобы вот целая линейка прям сегодня в комплексе была в уходе за лицом. Чтобы нанести эту масочку, нужно лицо очистить. Я возьму гамажик от Эйвен. Надо мне его добить. Чуть-чуть осталось. И сейчас очищу свое лицо. И будем наносить маску. Еще просили вы меня показать ароматы свои. Просили рассказать про ароматы Эйвен. Сейчас с вами сделаем уход. Я вам обязательно покажу все свои ароматы, которые у меня есть. Которые я считаю крайне удачными на осень. И по ароматам Эйвен расскажу, какие мне больше нравятся. Или давайте, наверное, так. Я покажу, какие у меня есть. Конкретно уже по ароматам Эйвен. Какие мне нравятся. Я вам в обзоре каталога буду вещать. Отдельно тогда пройдемся. Там по ароматам. Какие стоит попробовать. И какие действительно нравятся. Так, все. Смываем гамажик. И теперь будем с вами наносить масочку. Достаточно плотная, густая консистенция. Белая маска. Прям такая кремообразная консистенция. Написано избегать области вокруг глаз и рта. Пахнет так здорово. Еле уловим одушку. Знаете, напоминает, что крем дав запах. Да, как я и думала, одной сошетки ее хватит не на один даже раз, девчонки. Надо будет ее каким-нибудь зажимом закрыть. На два раза точно хватит. Тем более, если наносить по инструкции, избегая области вокруг глаз и рта. Но вы меня знаете. Я по инструкции делаю редко. И обязательно уделяю внимание векам. Ну и области вокруг рта, естественно. Я не подхожу близко к глазам, но такие вот питательные масочки обязательно наношу на веки. Тонким слоем. Тоже надо их немножко попитать. Вот так. Через 15-20 минут, написано, девчонки, нужно помассировать лицо вместе с маской и убрать остатки салфеткой. Очень интересно, конечно. Но мы с вами попробуем, как написано. Если получится, будет здорово. Так, все, масочку нанесла. Через 15 минут к вам вернусь. Девчонки, ну а вот и все мои парфюмы, поэтому не стала снимать отдельные видео. Давайте начнем с Эйвен. Пиором. Брала на лето? Нет, он мне пришел как-то в подарок. Не знаю, мне к нему рука не очень тянется. Вот что-то он лежит, пока ждет своего часа. Вроде и свеженький такой аромат, да, но не знаю, что-то у меня как-то не очень. Дешевенький, дешевенький шлейф, поэтому вот и рука, в принципе, вот, к нему не тянется. Так, дальше из Эйвен. Вот что свеженькое на лето у меня еще персив. Он у меня где-то, кстати, в полноразмерке стоит. Куда я его подделаю, я не знаю. Персив нравится. Персив это летний аромат. Он действительно такой свеженький. Прям вот освежающий, я бы сказала. Приятно носить его в жару. На мне он держится недолго, стойкость такая средняя. Но тоже не скажу, что к нему прям тянется рука. Стоит у меня уже год, наверное, лак голубой. Он мне, по-моему, по стартовой программе приходил. Прикольный аромат, прикольный шлейф. Тоже к нему не тянется пока рука, потому что есть в нем какая-то мужская нотка, не знаю, что ли. Но так он классный, он на самом деле классный. Но он, девчонки, не многогранный. То есть он особенно не раскрывается. Он какой вот есть, такой и есть. Хотя шлейф немножко отличается и достаточно такой интересный. Я бы сказала унисекс. Так, дальше. Эйвен, НК Дэссенс, любовь моя любовная. Люблю, обожаю. Но летом сейчас тяжеловато. Немножко тоже оставляю на осень. На зиму стоит. Испир. Мне вот очень он понравился. Я прям чувствую здесь абрикосик. Такой он классный. Я ему обливаюсь. Действительно, нравится легенький аромат. На мне он сильно долго тоже не держится. И не особо шлейфовый. Раскрывается, но не сильно меняет свое первоначальное обличие, скажем так. Он круто подойдет на раннюю осень. Я его представляю на бабье лето. Прям такой вот аромат, когда листва начинает желтеть. Вот это да, очень понравился. Так, дальше. Из Эйвен у меня люкс, премьер люкс классический. Один из любимых тоже мною ароматов. Но после того, девчонки, как получила Эйспир, мне Эйспир нравится теперь больше. Вот честно. А так люкс тоже классный. Он шлейфовый. Он достаточно стойкий уже. Если взять вот эти предыдущие парфюмы по стойкости, вот люкс и инкадесенс. Инкадесенс вообще я могу две недели чувствовать надежды, если ее не стираю. Иногда даже после стирки. Вот этот аромат из всех, что здесь есть, самый стойкий. Дальше. У меня до сих пор лежит Килиан, Килиан Духи. Это был подарок. Аромат действительно очень классный. Но не скажу, что это мой фаворит. Вот не скажу. Он действительно классный. У него дорогой шлейф. Но прям вот не скажу, что он круче Эйспир за 500 рублей, да, Килиан, который стоит там 15-25 тысяч. И последняя моя любовь. Это Иф Роше. Матин Бланк. Ей вообще поливаюсь с ног до головы. И на мне она совершенно не стойкая. Хотя это парфюмированная, а не туалетная вода. Обалденный аромат. Мне безумно нравится шлейф. Не скажу, что сильно многогранный, но очень вкусный. Летний. Ну, может быть, на раннюю осень тоже. Я им прям поливаюсь с ног до головы, и через два часа я его уже не чувствую на себе. Хотя говорят девчонки другие, что это достаточно стойкий аромат. Вот как бы и все мои парфюмы. Запас не сильно большой. Те ароматы, которые мне совсем не нравятся, я отдаю, дарю, отвожу маме, отдаю соседке или на работе девчонкам раздаю. Вот этой коллекции мне вполне хватает и хватит, наверное, еще на год. Ну что, девчонки, маска практически вся впиталась в лицо. Осталось ее немного. По инструкции нужно нам помассировать лицо вот так вместе с масочкой. и убрать остатки, написанной салфеткой. Но я это буду делать спонжем, потому что маски на моем лице осталось много. Помассировали. И спонжик вот этот возьму от Фаберлик. Маска хорошо смывается. Лицо такое напитанное получается. Девчонки, что по факту, лицо очень увлажненное, действительно, без какого-то утяжеления. Я как следует смыла масочку, и оно прям такое увлажненное, увлажненное, вообще здорово, мне нравится. Давайте с вами продолжать. Следующий этап у нас вот такие вот ампулы с гиалуронкой. Сейчас мы достанем с вами одно. Они как таблеточки, наверное, так выдавливаются. Такие красивые. Смотрите, какая прелесть. Вообще. Нам нужно отломить верхушечку. Они тянутся и, в принципе, легко отламываются. Уже начинает продукт вытекать. И вот так на лицо наносим. На лицо, я думаю, на зону декольте, тут этой ампулки хватит тоже. Они такие, знаете, как силиконовые. Так, и теперь распределяем. Такой масляный продукт. Прямо вот видите, кожа блестит. Сейчас посмотрим, когда впитается. Сейчас эти средства на моей коже должны поработать хорошо, потому что у нас дожди. Вчера дождик был. Сегодня уросит. То есть влажность и в помещении, и на улице достаточно. С этим продуктом можно... Видите? Так интересно. Смотрите. С этим продуктом можно... С этим продуктом нужна хорошая влажность. Продуктом, который содержит гиалуронку. Я вам уже рассказывала. Пока ощущается на лице как масло. Следующим этапом у нас идет крем. Но я хочу немножко подождать, пока вот это вот все дело впитается. Потому что на такую жирную субстанцию наносить крем мне не хочется, если честно. Я надеюсь, что сейчас все это дело впитается. Можно пока помассировать кожу. Блин, мне так нравится. Уже начинает проходить этот эффект, да? Когда пуршок на коже, прям он такой в капельках, как в России. Потихоньку впитывается, да. Я бы здесь, знаете, что применила? Сейчас покажу. Массажный набор. Это Фаберлик. С ним быстрее такие средства впитываются. И лучше работают. Вот этот вот. Вот так. Мне нравится он. Люблю его применять. Но иногда про него забываю, девчонки. Потому что это действительно хороший набор. Его, кстати, можно взять рублей за 300, за 400 в магазинах, в обычных магазинах бытовой техники. Там ДНС, Видорада, да? Я там видела 300 с чем-то рублей. Такой же набор с таким же количеством насадок. Фикси такой же, только с тремя насадками бывает. Алиэкспресс, Озон и так далее. Они, ну, идентичные абсолютно наборы, но дешевле, чем Фаберлик. Вот уже практически впитался. Сейчас еще немножко помассирую. Ну, вот и все. На лице, на коже декольте такое легкое сияние. И кожа увлажненная и напитанная. Это получается у нас какая-то эссенция, что-то типа сыворотки, да, в ампулах. Дальше крем для кожи вокруг глаз. Я его на ночь в холодильник не положила, а зря. Теперь буду класть. Но тут и так холодный. Вот этот ролик металлический. Ой, он прям ледяной. Тут никакой холодильник не нужен, но он действительно ледяной. Если знаете, в Фаберлик, девчонки, есть вот этот роллингель, да, называется он правильно, для кожи вокруг глаз. Там он не такой ледяной, он прохладненький, а здесь прямо лед. Наносим на кожу вокруг глаз. И дальше кремушек. Это утренний уход, ну, так написано в инструкции на сайте. Ой, какой он холодненький, такой кайф. Я вот тут еще свою морщиночку на лбу хочу пройтись вот так. Так, и теперь дневной кремушек из этой же линейки. Так, мы с вами его уже открывали. Он такой голубенький интересный. Сейчас посмотрим, как он работает на коже. Много мне его уже после такой сыворотки не нужно. Пахнет здорово. Крем достаточно легкий по своей текстуре. Если вот эти вот ампулки, то там прям как маслица. Маслица кремушек очень легенький. Ну, про губы тоже не забываем. Они у нас тоже в очищении, в питании нуждаются. Кремушек практически впитался. Вот, единственное, что только вот этот вот вокруг глаз, да, что-то под одним глазом впитался, под другим нет. Видать, я переборщила под одним. Так, и зону декольте. Ну, вот и все. Я вам сейчас покажу при естественном освещении, как выглядит моя кожа. А так, конечно, она очень круто увлажнена. Это супер. Вот этот уход я однозначно оставляю на октябрь, ноябрь, декабрь. Вот так где-то. С октября начну, когда сезон дождей, когда кончится у нас с вами бабье лето, да, и будут дожди на холодное время года. Мне прям, ой, вообще огонь. Супер. Хотя и на летнее время года, если применять, для тех, у кого сухая кожа, или даже, как у меня, комбинированная, я не чувствую никакого утяжеления. Я не чувствую, что у меня на лице есть какие-то крема. Он не будет забивать поры однозначно. Вообще не чувствую, что у меня что-то есть. Просто чувствую, что она гладкая, увлажненная, напитанная. Сейчас все это дело впитается, и я вам покажу. А потом будем с вами применять вот эту вот несмывашечку маслицы. Буду укладываться и посмотрим с вами на состояние волос, как эта серия поработала. Вот как выглядит кожа при естественном освещении. Все впиталось, мне безумно понравилось. Знаете, я думала, сейчас не впитается, и все. Нет, все впиталось. Кожа ровненький цвет такой тон, и она очень увлажненная. Это здорово. То есть, если есть какие-то мимические морщинки, они однозначно будут разглаживаться. Ну, колыбнусь. Здорово. Вообще, мне понравился уход, да, осенний уход. Я прям оставляю себе это на осень. Система вообще потрясающая. Девчонки, посушила волосы, нанесла не смывашку. Мне кажется, я переборщила, потому что это масло масляное. Удобный дозатор. Я прям несколько раз нажала, хоть на корни не носила, но мне кажется, я переборщила. Надо мне немножко поменьше, потому что есть такой эффект на кончиках утяжеления небольшой. Но зато они выглядят здоровыми. Как бы это тоже плюс. Ощущается тоже такой легкий эффект ламинирования. То есть, волосик к волосику, вы их как уложили, так они у вас и лежат. Захотели вот так уложить, уложите легко, они безумно послушные. Вот так они выглядят. И на кончиках, вот видите, это действительно масло масляное, прям вот масло масляное, которого нужно каплюшку. Вот если вам заметно, да, они как будто даже как мокрые. Вот так выглядят. Но зато они здоровые, секущиеся концы запаянные, они никуда не топорщатся. Это прям вот тяжелая артиллерия. Если вы покрасились, пожгли волосы, да, вам конкретно на эту линейку. Вот, смотрите, видите, они все кончики запаянные, и все лежат абсолютно ровно, с учетом того, что у меня тоже волосы до середины, наверное, пожженные, и просто мочалка на самом деле. Поэтому нет, конечно, круто. И они на ощупь такие, вы знаете, чистые, до скрипа. Вот они такие какие-то, вот я не знаю даже описать эффект. Странно, у меня таких средств за последнее время никогда нигде не было, не встречались ни в одной компании. Очень интересный эффект, я буду смотреть дальше. Потом вам обязательно либо в инстаграм пост напишу про эту серию, либо еще расскажу, либо в пустых баночках, либо еще где-то, видите, они как будто мокрые. Вот в некоторых местах, я на кончике прям нанесла капитально много, и они такие вот, зато блестящие, живые, как бы, и это здорово. Поэтому понравилось. Ну что, скоро пойдем с вами на татуаж, уже скоро будем собираться. У нас такая погода, сегодня ужас, сейчас вам покажу. Смотрите, какой кошмар. Витрина, он как береза гнется, видите? Это вообще ужас. Витрина завывает, дождь накрапывает, прохладно, и ветер очень сильный. Я даже слышу, как вот на домах скрипят крыши. Прям вообще. Девчонки, уже вышла с татуажа, не показала вам дом. Представляете, неделю нельзя будет краситься. Вы мне будете теперь во всех роликах видеть не накрашенность. Смотрите, какая межлесничка. Мы сделали небольшой уголочек, прям в самом-самом углу, прям совсем маленький. Но уже как-то другое дело, смотрите, не накрашенные глаза, как уже круто смотрятся. Вот. Мне очень нравится. Мне никакую стрелку с растушевкой не хотелось. Это слишком обязывает, это быстро надоедает, поэтому круто. Мне очень нравится. Девчонки, день второй. Смотрите, как выглядят мои глаза. Я без макияжа, совсем без макияжа. И, в принципе, я себе нравлюсь. Это радует. Немножко подопухли веки, слегка так, но не сильно. Вот сейчас на естественное освещение выползу из машины. Мне, в принципе, очень нравится. Я довольна безумно. Хорошо, что не сделала, правда, такую какую-то пушистую, потому что быстро бы надоело. А ее уже не сотрешь. Поэтому межресничка, мне кажется, это самый актуальный вариант. Блеск вот на губы нанесла прозрачный. И все. Ну что, девчонки, на этой ноте, наверное, будем с вами прощаться. Буду влог заканчивать. Если видео вам понравилось, было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Все полезные ссылочки находятся в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Я поехала на работу у нас 7 утра. Всем пока-пока.